В третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ, торговли и сферы бытового обслуживания населения. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной, кругосуточной работы этих многофункциональных служб. Вода, газ, тепло и свет в квартирах, ухоженные парки и скверы, чистые улицы и дороги, дворы и подъезды – все это дело их рук. Праздничный вечер, на котором чествовали лучших представителей отрасли, состоялся в четверг в районном центре культуры и досуга. Погода преподнесла работникам ЖКХ очередной неприятный сюрприз. Самое обидное, что случилось это в канонах профессионального праздника. Потому многие отметили его не просто на работе, а на боевом посту, как, например, Екатерина Жданова. Мы в праздничные дни все работаем, наоборот, у нас еще больше работы, потому что город должен быть чистым в празднике. Да и вообще-то зима была богата на подарки. Обилие снега оттепели чередующиеся с морозом мартовские метели. Надо отдать должное всем нашим работникам, которые задействованы и как в сфере уборки города, и как по обслуживанию внутри, домового хозяйства, электричества. Одним словом, всем работникам этой нашей сферы отдать должное и поблагодарить их за их очень нелегкий труд. В четверг в адрес работников отрасли ЖКХ торговли и сферы бытового обслуживания населения Ленинского района звучали слова поздравлений и благодарности. Вас отмечает высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Приветствовал гостей праздничного вечера Валерий Венцель. Вы находитесь на береговой. От вас во многом зависит настроение людей в отдельно взятом нашем Ленинском муниципальном районе. Лучшие сотрудники предприятий сферы ЖКХ были отмечены грамотами. Среди них Александр Косарев, тракторист автоколонной управляющей компании. Александр работает в ЖКХ уже 15 лет. Главным считает трудолюбие и неравнодушное отношение к работе. Я здесь живу уже давно, в этом городе, с 71 года. И мне этот город нравится. Хочу, чтобы он был чистый. В секрет успешной работы кроется в желании сделать малую родину краше в любви к тому, что ты делаешь. Рассказывая о своем прошлом, о работе, которая была отдано 44 года, у Зинаиды Леонтьевны Гришиной, под чьим руководством были построены и отремонтированы многие улицы Видного, и сейчас горят глаза. Вы знаете, это так здорово, это такая работа, она беспокойная. Не назовешь спокойной сферу торговли. Каждый день общаться с разными людьми непросто. На ваги психолога хорошее знание дела просто необходимы. Марина Садрамили в юности подошла к выбору профессии со всей ответственностью, закончив институт советской торговли. Сейчас работать сложнее, признается Марина. Если мы в советское время работали и понимали, что такое правило торговли, сейчас это достаточно понятие растяжимое для многих работников торговли и, конечно, наших покупателей. Несмотря на проблемы, отрасль торговли и бытового обслуживания населения в районе продолжает активно развиваться. Мы будем стараться, чтобы всегда у нас на прилавке было достаточно. И, конечно, будем стараться снижать цены. Это основная наша задача на сегодняшний день. В этот вечер, на время отложив дела и забыв о нерешенных вопросах, виновники праздника наслаждались концертом с участием приглашенных артистов. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.